Привет, мои хорошие! Рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, что вы уже все подписались, чтобы не пропускать самые свежие и интересные видео. Сегодня я хочу с вами обсудить тему интимной пластики. На самом деле, достаточно много вопросов я от вас постоянно получаю. Насколько опасно, насколько безопасно, какие есть виды, для чего. Давайте детально с вами разберемся в этой ситуации. И, конечно же, интимная пластика в основном, и ее цель это, конечно же, косметологическая. То есть, когда нет какого-то физиологического, скажем так, нарушающего нормальной жизни дефекта, и женщине просто что-то не нравится, и косметически она хочет устранить это. Вот, собственно говоря, здесь в современное время нам, конечно же, на помощь приходят такие операции, которые производятся на наружных половых органах, или это интимная пластика как раз-таки. То есть, в каких случаях вообще показано, в каких случаях женщина может обратиться за интимной пластикой. Об интимной пластике очень много вопросов на сегодняшний день, очень много мифов, теорий, рассуждений, очень много страхов, конечно же, витует в этой теме. И пациенты, поэтому начитавшись, они не понимают, где правда, а где, скажем так, миф. Давайте вот тоже на этих моментах я прямо остановлюсь. Во-первых, почему же у женщины вообще может закраться в голову такое желание, да, и изменить что-то в области своих половых органов. То есть, женщина всю жизнь жила с такими половыми губами, а тут вдруг она поняла, что нет, я не хочу так, мне нужно кардинально все поменять. На самом деле, конечно же, это не в одночасье происходит. Как правило, есть какие-то провоцирующие факторы. В основном это женщины в послеродовом периоде, когда у женщины влагалище, конечно же, становится совершенно другой формой никогда родов. У женщины появляется некая неуверенность в себе при половой жизни, при половых контактах. И, конечно же, женщина хочет вернуть влагалище к первоначальному виду, и у нее возникает вот такое желание, да, с помощью оперативных методов привести все в порядок, как они многие говорят. Вот. У некоторых женщин, опять же, возникают дискомфорты. При половых контактах, особенно очень часто это, опять же, после родов бывает, что женщины прям так и говорят, до родов было нормально, после родов все поменялось. Очень часто еще женщины, у которых слишком большие половые губы, они жалуются на то, что половые губы мешают нормальным половым контактам, что половые губы заворачиваются, загибаются и любые другие различные вариации, да, то есть это создает дискомфорт женщине, и, соответственно, женщина, конечно же, комплексовать может при половых контактах и из-за этой ситуации. У кого сильно выступают половые губы, эта ситуация может привести к тому, что возникает сухость, и, конечно же, это тоже мешает нормальному ведению интимной жизни. Вот. В таких случаях, конечно же, здесь есть, скажем так, важные показания, да, для этих операций, для интимной пластики. Какие же вообще есть вариации? Ну, во-первых, есть интимная пластика самого влагалища, и, то есть, это, как правило, вот за этой услугой обращаются женщины, которые уже рожали. То есть, обычно это, это может быть, конечно, и после первых родов, но обычно это бывает уже после повторных родов, и когда стенки, влагалища, то есть, влагалища, конечно же, уже другой формы, не так, как было у женщины до родов, и женщину это не устраивает. Женщина не чувствует совершенно там полового партнера при половых контактах, половому партнеру тоже не нравится. Вот, и в таких случаях женщина и ее половый партнер могут принять решение о том, что им как раз-таки нужна вот такая операция интимной пластики. В таких случаях я всегда женщинам говорю, вот, 10 раз взвести, а действительно ли вам это остро нужно, а действительно ли это как-то кардинально поменяет вашу жизнь, чтобы у вас в первую очередь был, конечно же, осознанный подход. Почему? Потому что в любом случае это операция, да, и после каждой операции будет, опять же, восстановительный период. Опять же, вы не сможете какое-то время вести половую жизнь, и это достаточно такие серьезные моменты. То есть, как и после любой операции, здесь нужен, нужно будет, нужен будет реабилитационный период. Вот, и опять же, зависит от степени сложности, но примерно где-то в течение от месяца до трех, до месяца точно женщина не может сидеть, а ограничение в половой жизни, то есть нельзя будет вести половую жизнь до двух-трех месяцев, представляете, да, поэтому я говорю, необходимо взвесить все, действительно ли вам это нужно. Ограничение в тяжелой физической нагрузке, в спортивных нагрузках, то здесь будет щадящий, скажем так, режим. Поэтому, конечно же, здесь это абсолютно сугубо индивидуальное дело, да, если вы примете решение, что вам действительно это нужно. Вот, но я, конечно же, рекомендую взвесить все за и против. Очень часто бывают еще, ведь, знаете, девочки, и другие ситуации, что после операции женщина не получает тот эффект, который она хотела получить, поскольку у нас влагалище это тоже ткани, да, и если мы после оперативного лечения, то есть мы сопоставим эти ткани, ведь возможно образование рукцовой ткани, и, соответственно, женщина не получит той податливости, той эластичности влагалища, которая была до родов. И здесь тоже немаловажный момент, поэтому после операции женщина может и жаловаться на то, что у нее боль, неприятные ощущения при половых контактах. Конечно, это потом, спустя время, может проходить, но, я говорю, такой немаловажный момент, что вы можете и не получить тот результат, который бы вы хотели получить. Следующий вид операции в области половых органов – это пластика половых губ. Чаще всего, почему вообще женщины идут на эту операцию, это потому, что им не нравится форма и размеры половых губ. То есть чаще всего, когда малые половые губы выходят за размеры больших половых губ, и, соответственно, женщине просто не нравится, эстетически ей не нравится, как у нее выглядят половые губы. Здесь, конечно же, ваше право решать, нужно вам это или не нужно. Я лично считаю, что если у вас нет сухости, и сухость вас не беспокоит, и, в принципе, качество жизни при этом не страдает, то, опять же, вопрос, действительно ли нужно делать операцию. То есть я максимально призываю всегда пациентов взвесить, а действительно ли вы это хотите. И часто еще девочки жалуются, что разные симметричные половые губы. Друзья, ну мы все не идеальны, да, у нас непропорциональные части тела. И то, что половые губы справа-слева могут немножко отличаться плюс-минус, это абсолютная норма, это вообще не критично. И, опять же, малые половые губы могут выступать за пределы больших до сантиметра, до двух сантиметров, это, опять же, норма абсолютно. Поэтому, девчонки, если вы все-таки хотите сделать интимную пластику и уменьшить половые губы, то я рекомендую, конечно же, здесь очень сильно подумать и очень сильно взвесить эту ситуацию. Почему? Потому что, ну, такие достаточно интересные потом нюансы могут вылезти. Ведь еще, кстати, важный момент может быть и снижение чувствительности при половых контактах. Потому что очень много нервных окончаний у нас в области половых губ, да, в области влагалища. И поэтому, если мы иссякаем какие-то ткани, то это может сопровождаться нарушением чувствительности. И об этом тоже женщины периодически жалуются в послеоперационном периоде. Поэтому, друзья, еще раз, прежде чем принимать какое-то решение, необходимо очень хорошо подумать. Еще, кстати, какие бывают операции интимные, да, это восстановление девственной плевы. Кстати, в современное время тоже достаточно такая распространенная, часто встречаемая история, когда женщина хочет восстановить девственную плеву. Здесь есть два вида восстановления девственной плевы. Первый вариант это кратковременная, то есть когда девственная плева ушивается саморассасывающими нитями и рекомендуется делать это за 2-3 дня до мероприятия, да, скажем так. Почему? Потому что через какое-то время, через некоторое количество дней, я уже сказала, что нити будут просто рассасываться. Это временное восстановление девственной плевы. Ну и есть постоянное восстановление девственной плевы, когда девственная плева ушивается. Но здесь опять же есть свои, опять же, за и против, потому что иногда бывает и такая ситуация, когда женщина восстановила девственную плеву, а потом обращается с тем, что не получается самостоятельным путем разорвать при полном контакте эту девственную плеву. Понимаете, бывают и такие ситуации. И поэтому здесь опять же я рекомендую взвешивайте, насколько вам вообще это нужно. Вот, собственно говоря, основные операции, которые относятся у нас к разряду интимных операций или интимной пластики. То есть и того, что мы имеем, это пластика половых губ, пластика влагалища и восстановление девственной плевы. Надеюсь, девочки, я помогла вам сориентироваться в таких операциях, как интимная пластика. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Если у вас остались вопросы, касаемые вашей персональной ситуации, вы можете обратиться ко мне на личную консультацию. Для этого переходите по ссылочке под этим видео. Желаю всем огромного здоровья, качественной интимной жизни, берегите себя и до новых встреч!